Good afternoon, pupils. Добрый день, ребята. The topic of the lesson is daily routine, the time. Продолжаем тему распорядок дня, время. Let's start from reading minute. Начнём с минутки чтения. С, uh, n, sun, sun. R, uh, n, run, run. B, uh, n, bun, bun. H, uh, n, han, han. I have fun with han. We like to run. We run in the park. We run to the van. We run to the hut. We run to the pens. We run with pug. We run with a kid. Then we eat a hot bun. We nap in the sun. I run with han. I have a lot of fun. Fun in the sun with han. Let's start the lesson. Начинаем урок. Time. Время в английском языке. Чтобы спросить по-английски, который час, воспользуйтесь фразой. What time is it now? Если перевести дословно, какое время есть сейчас. Или what's the time? Дословно, какое есть время. Как же ответить на этот вопрос? Просто следуйте формуле. На первое место ставим конструкцию it is, сокращенно it's. На второе место цифру, обозначающую количество часов. И в конце предложения слово o'clock. It's ten o'clock. Десять часов. Обратите внимание, что обозначение o'clock в конце предложения мы ставим только тогда, когда говорим о точном времени. Без указания минут. It's five o'clock. Пять часов. Легко, правда? Но как же понять? Пять часов утра или вечера. В английском языке не принято пользоваться 24-часовым форматом времени. Называйте время, добавляя при этом к цифре обозначение am, если речь идет о времени с 12 ночи до 12 дня. Или pm. Для времени с 12 дня до 12 ночи. It's five a.m. now. Сейчас пять часов утра. It's five p.m. now. Сейчас пять часов вечера. Look at our alarm clock. Посмотрите на наш будильник. Мы разделили его на две части. От 12 до 6 часов. И от 6 до 12. Для обозначения неточного времени сначала говорите минутки, а потом часы. Если минутная стрелка находится в правой половине, то для обозначения времени следует употреблять слово past. После. Используйте формулу. Конструкция it's минуты, слово past, часы. It's five minutes past three now. Сейчас пять минут после трех, то есть пять минут четвертого. Таким образом, мы говорим, сколько минуток прошло после определенного часа. It's twenty minutes past five now. Сейчас двадцать минут после пяти, то есть двадцать минут шестого. Слово minutes в английском языке можно опускать. Когда речь идет о неточном времени с минутками, например, пять минут второго, четверть пятого, без пятнадцати девять, слово o'clock употреблять запрещается. Используйте уже знакомые нам am или pm. It's five minutes past eight am. It's five minutes past eleven pm. Если минутная стрелка находится в левой половине часов, то мы используем to, до. В данном случае мы говорим, сколько минуток не хватает до определенного часа. It's ten minutes to twelve now. Сейчас десять минут до двенадцати, то есть без десяти двенадцать. It's twenty-five minutes to two now. Сейчас двадцать пять минут до двух, то есть без двадцати пяти два. Вместо слов пятнадцать минут легче, удобнее и приятнее использовать слово quarter, а вместо тридцати минут half, половина. Для обозначения пятнадцати минут после часа мы говорим quarter past. Посмотрите на часы, сколько время. It's quarter past five. Пятнадцать минут шестого, то есть пятнадцать минут после пяти. Чтобы сказать без четверти час, используйте quarter to. It's quarter to six. На часах без пятнадцати шесть, то есть до шести не хватает пятнадцать минут. Для обозначения половины часа используйте только один вариант. Half past. What's the time? Который час? It's half past eight. Половина девятого. Дословно половинка после восьми. А теперь секрет. В разговорном английском языке можно ответить гораздо проще. Называйте только цифры, которые видите. Для ответа на вопрос о времени совершения какого-либо события используйте предлог at, а затем называйте время, которое хотите указать. В какое время твой урок английского? В три часа дня. Время дня в английском языке можно выразить с помощью фраз. В какое время ты пьешь кофе? В семь часов утра. А теперь посмотрите на часы и ответьте на вопросы. What time is it in London now? It's six o'clock. What time is it in New York now? It's one o'clock. What time is it in Berlin now? It's seven o'clock. What time is it in Sydney now? It's three o'clock. Now let's do the task of formative assessment. А теперь вернись к маршрутному листу и выполни задание на формативное оцензивание. Будь внимателем. Вспользуй правила из видео урока. Завесни за урок. Урок окончен. Goodbye. Goodbye. Субтитры создавал DimaTorzok